Семья практически. Разве можно не быть равнодушны к тому, что у кого-то появляется мысль о сносе памятников, которые увековечены, которые были для этого созданы, чтобы увековечить на века память о тех, кто входит с нами. За время, прошедшее после появления информации, я хочу обратиться и к тем, кто сегодня здесь представляет средства массовой информации, которые должны быть очень аккуратны. Мы нашли возможность через наши общественные каналы обратиться к людям, призвать их в бдительности, чтобы не допустить того, о чем кое-кто задумал. Я спросила через телевизионный канал нашего русского телевидения, который был создан здесь Есенина Васильевна Великой и ее замечательный Валерий Петрович, спасибо им за то, что вы сделали возможным наше обращение к людям. Я спросила тогда у господина Дуки, мне когда это вижу, который предоставил очень много лет. Они ведь воспитывали советское время. Они же знают о тех ценностях, которые дороги для каждого человека, для каждого непопоюзского советского человека и для каждого проживения Мордовы. Кто им диктует эти бедовые мысли, кто их поддерживает в этом ощутственном порыве, здесь памяти людской, все, что тогда святое. И то, что они вышли себе без людей, это вышло. Уже в Судово тут есть Юлия Еленовна и Алла Казимировна. Мы видели вас снова встречи с такой конкретной ситуацией, в основном национальной, они были гостями наших азербайджанцев, отмечающих Новый год. И так была очень такая удачная ситуация. Мы его спросили так, ты что себе думаешь? Он тогда нам уже сказал, что нет, это ли я. Но как это стало возможным? Как это стало возможным, чтобы даже позволить Николая Добижа? А кто такой Добижа сегодня, мы все с вами знаем. Итак, мои друзья, сегодня мы здесь, организаторы Общественного Совета, призываем вас прежде всего в убедительности. Это первое. Второе, мы призываем вас к неравнодушию, вас призываем, чтобы каждый день, каждый час, каждый раз вспомнить, что Родина Молдова наша, она в опасности. И Родину нужно защищать. Ура, товарищи! Я хочу предоставить слово участнику, афганцу, ветеран войны в Афганистане, Тамара Фадеева. Пожалуйста. Памятник освободителя Молдовы – это историческая и художественная ценность. И не зря он находится в центре площади освобождения около здания Академии наук Молдовы. Этот памятник победы наш отцов, наш Гитлеровской армии. Этот памятник является композиционным шкарем. Центром главной улицы стоит церковь на Чалмарии и проспекта Девтузе. По проекту группы с фрикторов Молдовы, Лубиновского и Эпильбаума Марченко была установлена структурная композиция, посвященная Светской армии, освободившей в 1934 году Молдавию от фашистов. Мы должны ценить подвиги воинов, защиту границ и интернациональную дружбу народа.